Привет, друзья. На вокзале уже. От отеля идти минут пять. Классно у нас. Сумочки все стоит. Еле дотащили. Тяжело очень. Еще рюкзак, у Наташи сумка, у меня лэптоп, у Наташи рюкзак. Просто рассказываю, еле дошли. Идти минут пять. Классно. Тяжеловато. Тяжеловато, да. Я уже не понимаю, что мы здесь. Там все 17-18. А у нас 18-19. Поэтому мы еще пришли раньше. Нет, а нету на стаблоне. Ну, надо смотреть. Я не понимаю. Ну, сейчас на нее разбираться. Покажем поезд. Надеюсь, мы поедем там, где два сиденья сидят, а не в аквариуме, где шесть смотрят друг на друга. Ну, посмотрим. Сейчас наша задача из Хракова доехать в Шемосы. Там уже будет наш поезд на Киеве. Так что вот. Будем сообщать по мере возможности. Вы ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Вот нашли местечко внизу, на первом этаже, на самом раунде. Сели, сидим. Напротив класса. Да, сидим, ждем. Смотрите, здесь мы покупали билеты. Натасов. Покупали утром. Когда перепутали время, пришли не в 10.50, а в 8.50. Когда я будильник не переставила. Уже когда мы с Наташей научимся ездить, смотрите на чемоданчик. Наташины вещи. Мои вещи. Чемоданчик. Покупсован у мужчины, посмотрите, какие трубы. Ничего. Нормально, да? Мужчина сильный. Я такой шашлык реально. И спина, и колено тяжко. Несешь рюкзак, там куча воды. Лэпток и чемодан. И Наташишь. Бананка с едой, куча воды, рюкзак и чемодан. А, кстати, ты рассказывала насчет пенсионного? На счет пенсионного здесь, если ты пенсионер, тебе дешевле будет проездить. Если ребенок там тоже. То есть, когда пенсионер, надо определить свое пенсионное удостоверение. Неважно, украинское. Даже из другой стрелы, да? Да. Ну, то есть, тебе на доллар, по-моему, вот мы ехали, когда из аэропорта 4 остановки сюда, в Краков, на доллар дешевле билет. Да. Наташа одной женщине сказала, вы пенсионер, вы можете подойти и сказать. А она уже купила. И несмотря на то, что она купила билет, кондуктор посмотрел ее по свитчине, удостоверение, посмотрела дату рождения, перебила билет, вернула 5 злотых. Это больше доллара. Полтора доллара. Ну, прикольно. Надо спрашивать. Вот так мы сподмогли. Так что ждем, ждем еще где-то 40 минут до нашего отъезда. Уже ушел в 17.27 на Пшемасырь-Глобный. Но мы не брали на этот поезд, мы как раз брали на 18.19. Так что мы сидим, посмотрим. Посмотрим, что за вагоны. Главное, чтобы не аквариум, когда 6 человек просто так им. Ты в клетке, смотришь друг на друга, покажешь за дверью. Хорошо, когда вот 2-2-2 едут, и впереди можно место поставить. Но что будет, то будет. Мы добираемся домой. Мы будем счастливы, чтобы добраться другим путем. Уже вылетали без аэром, отменяли рейс, ехали в отель, оставались вон туда, перетели снова с вами, ехали на электричке. Ох, просто. Ну, тяжелая дорога, но ничего не сделаешь. Но когда-нибудь в 7.22 мы сядем в Борисполе. Ну вот, смотрите, какие мысли наши счастливчики. 18.19, Пшемасырь-Глобный. Внизу смотрим, да? Делает 8 минут. Делает, значит, задержка. Класс. Что у нас делает было визеер, а потом отменен. Здесь делает. Но мы специально так брали, что все-таки если приехать, то не сильно опоздать. У нас еще будет часа 2. И поиск с Интерсити в 21.30. Вагон с купе. А, мы в аквариуме едем и чувствуем. А ну, покажи. Ты вдруг перевезла у нас вагон с предзелямами, да? С предзелямами. Ну, это поздравляем в аквариуме. Да, ну, нахер. Ну, а что делать? Еще и в аквариуме. Еще и поедем в аквариум. Сейчас покажем вам аквариум и вещи будут за бортом. Мы уже ездили в таком поезде. Видео ставлю в описании. Ну, что делать? Главное, домой добраться. Пронесю. Вот мы уже на перрон вышли. Опаздывает уже на 11 минут поезд. Столько людей. Не знаю. Надеюсь, все-таки нормально все будет. Сядем. Я уже колено себе перебинтовала, чтобы багаж поднимать. Короче, готовимся. В общем, сесть в поезд. И потом уже там, наверное, включимся. Покажем, что там за аквариум такой. Показываю вам этот трындец просто. Этот аквариум. Ну, только не двигайте. А мы? Да, не, постараюсь не матюкаться. Посмотрите, просто вещи, где лежат, да? И понимаете, что нифига нигде не влазит. И мы еще успели заскочить. Боже, вообще. Люди шли нам навстречу. Мы шли людям навстречу. Я вот этот? Нет. Ну, короче, пытаемся вместиться. Пока еще никак, чтобы вообще не вмещаемся. Что-то у всех много багажа. Вы думаете, что она сюда влезет? Все уже нормально едут, а мы пока не. Ну, в общем, короче. Начинаемся меняться местами. Друг на друга смотрим. Все интересно. Смотри аккуратно, чтобы мне там лэптоп не долбанался. Короче, залазили такая прорва. Я сейчас просто постараюсь на остановке выйти, вам показать, какая прорва, чтобы стащить чемодан. Наташа просто героиня. Мы заскочили первые, много людей выходило. Наташа свой чемодан. Потом мы свернули свой багаж, потом затянули сумку. Это капец просто. Все люди едут, все очень довольны. Аквариум это капец какой-то. Вот, смотрите, как чемоданы стоят. У нас, по-моему, купе самое выигрышное по чемодану. Просто у нас их дохрена. Вот наше место с Наташей. Да, нормально так. Вот, ну вот уже дружелюбная Польша. И мы едем из Кракова в Шемуссель. Так, народ, мы едем в вагон 267. Из 5-8 вагонов наш 267. Кто так вагон называет, непонятно. Обзорочка туалета. Давайте сейчас посмотрим. Ну, все есть, умывальник есть. Мыло. Бумаги, наверное, уже нет. Да, бумаги нет. Потому что перед нами целая куча людей вышла. Вот все замусорено. Просто весь поиск почти вышел в Кракове. Ну, вот туалет есть. Запах, кстати, тоже есть. Ну, лучше, чтобы туалет был, чем его не было. Правильно? Ну что, друзья наши. Вот вы уже догадались, что мы уже в Киеве, в Украине. Сидим в зеленом месте. И сейчас последуют мои объяснения, почему мы не сняли вам электричку Интерсити. Вот последние кадры, которые вы увидели. Это был поезд, ну, небольшая электричка, скажем так, Краков-Шемысль. Я там все поснимала, все показала. Мы там познакомились с чудесным молодым человеком, Сережей. Сережа, спасибо тебе большое, что ты помог нам снести вещи. Помните, у меня колено было перемотано, колено болело. У Наташи уже тоже болели и колени, и спина. Но мы упорно тащили наши чемоданы домой. Ну, что же делать, это нас. Ну, конечно, вы увидите видео, что я привезла, что Наташа привезла. Да, вот спасибо. Сережа помог нам и в ПШ-мысли спустить тяжелые чемоданы. Я стояла с его чемоданом, он спускал наши. Потом спустить в переход, поднять в переход. Это все, это я тоже снимала все. Потом, как вы помните, в прошлом видео, в прошлом году мы подошли к очереди. И вы знаете, Интерсити на 23.30 очень хороший вариант, потому что это последний поезд, который уходит. И, в принципе, вот что мы стояли, мы стояли полтора часа всего лишь. И потом стали запускать, знаете, просто по времени классно. Где-то в 23 мы уже зашли на перрон. Просто мы прошли в здание, нам поставили штамп, и мы вышли. Я тоже вот начала снимать поезд, да. Можно я скажу, что вещи не проверяли, но я видела, почему-то у кого-то смотрели. Не, ну просто они на это. Очень нормально, быстро. На выбор. Да, то есть и мы выходим, Сережа тоже нам помогает. У него был первый вагон, второй класс. У нас второй вагон, первый класс. То есть это электричка, все места сидячие. Сережа нам, дай ему бог здоровья, закинул вещи на три ступеньки. И я пошла снимать видео, сняла его первый класс, там немножко меньше места для вещей. Но все равно вы свои вещи поставите, никто их не оставит. Там сиденья 3 и 2, то есть 3 человека сидят и 2 человека сидят. И они как автобусы. Ну есть место для коленей, да, комфортно, удобно. Потом я пошла в наш первый класс, второй вагон. И разница, кстати, в беде где-то 500 гривен. Там 2 и 2, то есть 2 человека сидят и места вот против движения. И дальше 2 человека сидят, места по движению. Немножко больше места для вещей. Для багажа. На полке сверху полно места, но для габаритных тоже достаточно. Розетки есть, все есть. Дальше я пошла сняла туалет, все чистенько, классно. И выглядываю с другой стороны на платформу, чтобы показать, как же Сережа нам занес багаж на 3 ступеньки. Там, как я увидела, стояло 2 проводника, проводница и проводник. Проводница видела меня с камерой, начала сильно кричать, что это уже Украина. Ну, несмотря на то, что мы стоим в Пшемысли, поезд же из Украины, что на нашей территории война, что нельзя снимать вообще никакие видео. Ну, честно, у меня было впечатление, что я сдала стратегическую точку туалета. На самом деле, конечно, я испугалась, потому что прозвучала фраза, когда зайдут пограничники, я вас дам СБУ, и они смотрят ваши видео. А в телефоне все видео. Краков, вообще все видео. Это вы сейчас уже увидели где-то видео 8-10, а тогда еще ничего не было смонтировано. Я испугалась, и как бы, несмотря на то, что многие блогеры уже показали Интерсити в военное время, я пошла быстро, открыла свой лэптоп, который просто садился уже и стал перекидывать видео. Перекидывала видео, зачем-то перекидывала, перекидывала не только это видео, а там, где мы стояли в очереди с прекрасными людьми, мы с ними познакомились, где Сережа тащил наш багаж. И даже у Наташи взялось с телефона видео, как вы прикольно в самолете вам показали лайфхак. Ну, смешно, надувала подушку, и лайфхак как суп просто. Мы попросили, у нас были большие стаканы, мы попросили у проводницы горячую воду, налили суп, кнор, прикольно, выпили его как бы лайфхак, как бесплатно поесть в самолете. Когда стоит оно, сколько, по-моему, 10 дирхам или сколько? Это обыкновенно милина похода. Ну, короче, 3-5 долларов. Ну да, и ты сам себе сделал, кипяток налили, тебе принесли. Тоже видео, вы уже видели, что в самолете мы ничего не сняли. Мы подъехали только, и потом видео было, что мы уже в Кракове. И получается, что я подсоединяю все провода, перекидываю свое видео, Наташина видео. Лэптоп, он уже разряжается. Я успеваю его выключить, и все. Дома я его зарядила, он уже не включался. Я вызывала мастера. К сожалению, все. Там полетела эта флешка, которая записывает. Не знаю, как называется правильно. Ой, какой ветер, улетает. В общем, ветер тоже не согласен. Очень обидно было. Я уже и переплакала, и переедала. Ну, жалко лэптоп. Просто все. Просто лэптоп умер. Ну, там, как бы, подчините вот такое дело. Слава богу, что ребята маме закачали на компьютер программу, и я вам монтировала видео. Конечно, обидно дико. Лэптопу всего 4 года, и теперь все там нужно менять. Ну, по сути, ребята сказали, ему 6-7 лет. Просто он, видимо, пока вы покупали его, долго уже лежал на складе. Ну, и я вспомнила, извини, сколько вы в зуме работали онлайн, а вы работали на своем оборудовании, на нем. Вам же не давали это, правильно? Как и всем. Сколько я записывала видео, как бы. Ну, и он, как бы, да. Он нормально работал эти 4 года. Он сказал, у меня перси. И вирусные времена, и вот эти им. То есть сейчас надо его менять, все полностью делать. Ну, ничего страшного. Просто поддержите лайком и комментом, и все-таки пару видео, когда было холодно, мы показали, и прощалочку мы сняли вам. Так что это вы сейчас увидите. И знаешь... Да, говори. Насчет вот первого-второго класса в интерсете. Реально классно, удобно. Сидения раздвигаются. Ну, я даже ничего не раз... Не вот оно кладет, ну, спинка откидывается, и сиденье уезжает. Для ног подставочка есть. Ну, практически никто этим не занимался. Насчет кондиционера, что вот там видео немножко есть. Очень дул, очень сильно. Ну, то есть он нагнетает. Боже, прошу прощения. Я сидела в ковке, в спортивной олимпийке, и в куртке, в бандане, и в шапке. То есть прохладно очень. Июль месяц. Кто-то сидел какие-то такие люди закаленные, вообще нормально. Но я ночью проснулась от того, что у меня, извините, дупа подгорает. Я чувствую, что у меня жар идет. Я думаю, что происходит? У Наташи оттуда шел жар, а сверху холод. Да, я не понимала. А потом я поняла, зачем... Ну, печка включает. Я, ну, короче, работала печка, вверху кондиционер, внизу печка. То есть странно. А вот во втором классе, когда я бронировала билеты, там был значок, что вот снежинка перечеркнута. И я почему-то это поняла, что во втором классе нет кондиционера. Ну, окна открываются. То есть я бы не думаю, что, ну, мы ехали летом, но это не было жарко, и кондиционер не принципиально. А цена? Да, 500 гривен на билет. А наш люкс вообще 2 500 гривен стоит. Он абсолютно того не стоит. Вот того не стоит. Во-первых, мы едем быстрее, и он не стоит. И очередь, этот люкс, он где-то в 5 чем-то вечера, а ты стоишь, очередь реально. Перед тобой куча поездов. А Интерсити вот реально мало стоишь. И что еще изменилось в классном, в этом, в плане проверки переезда с Польши в Украину? Ну, я даже не поняла, как зашли вот таможенники, что там, мытницы, да? Да, которые должны были меня поймать и стереть видео за стратегическую точку, сдачу туалета. Да, сдачу туалета. Что они как-то очень быстро, поезд не стоял вообще практически нисколько, как мы стояли туда, это ладно, это там проверяют серьезнее. А обратных мы тоже ехали, стояли, ждали, там часа два или сколько-то. Да, часа два минимума. Просто собирали паспорта, выходили, ставили печать и приносили. А сейчас, сейчас они быстро все зашли, сначала одни работали люди, потом вторые. Они просто поехали к нам. Ты вообще спала в этот момент. А они, то есть, они себе, поезд едет до Львова, а они себе работают, они свое дело делают. Поэтому было классно. И так комфортно. Я даже не поняла, мы даже не стояли на границе. Да, они зашли, а потом, когда они, ну Львов 10 минут, ну сколько-то стоит этот поезд, не буду говорить во Львове, не знаю точно. И там они, то есть, настолько комфортно, никто не стоит, не ждет. То есть, очень много людей спрашивали про эту электричку, именно Интерсити. Очень классно, мне понравилось. Да, вот это классно, мы вам рекомендуем. Вы отсидите спокойно, ночь будет классно. Насчет еды, кстати, насчет еды. У нас все свое было, в третьем вагоне, да, там и написано, что там кафе есть, но вагон-ресторан, и там ездят с тележкой, продают кофе, чай, что есть в наличии, уборщицы, реально, женщины, две уборщицы, они ходят на мусор, ну такие, знаете, этот сервис, конечно, когда мы выходили, я сказала, дякую, до побачения, она ответила, угу, она так, угу, я такая, ой, сама, угу, туалеты, два туалета, комфортно, мало ест. В Польше, когда мы ехали, заплатили из Пшемесель, с Кракова, Пшемесель, уже и грязно было, и никакой бумаги нет, Кокуля сказала, а что, ты еще бумагу хочешь, что ли, я говорю, ну, вообще-то мы заплатили, что ли не гроши, ну, нормальные деньги, так, на самом деле, мы уже наболтали на 10 минут, очень комфортно, очень комфортно, все вам рассказали, если какие-то вопросы есть, пишите в комментах, видео еще будет целая куча, Наташа, покажи сумочку, вот, и сумочку, и покупки, и шопинг, Краков, но сначала мы вам, Наташа выше, а за голову, а за голову, это платно, это, да, и у меня браслетик новый, так что оставайтесь с нами, ставьте лайки, и сейчас еще будет два видео, которые все-таки мы провезли, из стратегической точки поезда, Доброе утро, очень холодно в ходе, здесь, смотрите, в курточке, в курточке, Наташа, закрыто спит, холодно, думают, а слуху там, это у меня горячий воздух, потому что где-то у меня слуху не горячий воздух, вот где-то, а вон там вот, а оттуда вот дует, у нас тоже такая дуета где-то есть, так что берите курточки, кто спрашивал про Интерсити, берите курточки, скажу, это просто, ну не, люди одевались, не только мы такие, ну что народ, уже подошло наше путешествие, концом, заняло это всего 4 дня, вы все видели, дорога тяжелая, уже подъезжаем к нашему Киеву, через час будем на месте, спасибо, что поддерживали, ставите лайки, пишите комменты, всем пока, отец по-английски, мы все время, Поехали. Игорь.